Пасха не за горами, поэтому пришло время собирать пасхальную корзинку. Мы отправились на новый рынок, чтобы узнать, сколько в среднем одесситы должны потратить на приготовление к празднику. Мы начинаем наши покупки с главного символа праздника – пасхи или пасхальный кулич. Считается, что его должна сделать своими руками хозяйка. Хотя сегодня многие предпочитают покупать готовые изделия в магазинах и других торговых площадях. На новом рынке купить испеченный кулич не составит проблемы. Цены колеблются от 15 гривен до 130. Все зависит от ваших вкусовых и финансовых потребностей. От 15 гривен и до 130. 130 – это с миндальной мукой, с миндальной крошечкой. Очень вкусная, все ароматная, удивительно приятная. Кроме того, в этом году на одесском рынке придумали ноу-хау – продавать заранее освещенные пасхи. Это связано с опасением наших земляков посещать места массового скопления людей во время пандемии. Желтая зона пока еще не совсем расслабляет. Они уже освещенные. Их прямо в казане, когда вот тесто опара, их святят. Потому что сейчас пандемия и очень многие не пойдут в церковь посвятить. А так вы уже купите священную пасочку. Крашенки – еще один атрибут праздника. И заметим, что цена на яйца кусается. За десяток нужно выложить 35 гривен. А за более качественный продукт из желтка и белка – и 42 гривны. Цена на украшения пасхальных яиц остается доступной. Такие 12 гривен, такие 20 – это безешки. Такие 20 безешки с посыпкой идут. Новенькие в этом году, таких раньше не было. Здесь идет от 10 до 15, смотря какая фигурка. Такие по 7 гривен небольшие посыпки. Одна лента в одной ленточке, 7 наклеек по 2 гривны. Нашлось место в пасхальной корзине и мясным блюдом. После окончания поста традиционно предпочитают ветчину и домашнюю колбасу. Но не кровянку. 170. Хорошая. 170 дороже. Угу. Вот такой вот хороший кусочек. Докрасивый. Угу. Сочный получается. 170, да? Нет, дешевый. 150 длиночки. Можете показать самую, на заметку, дешевую и самую дорогую? Вот, от и до. Ну, самая дорогая – это вот по 400 гривен. Это 350. И 160 сервилат. Угу. 220, блин, домашние. Угу. Крестьянская называется. Так как молочные продукты также не употреблялись во время поста, их кладут в пасхальную корзину. Большинство хозяев готовит творожный кулич. Обезжиренный 80, средней жирности 100. Угу. А сметанка? Сметанка 100, жирная 160, а сливочка 180. В творожные кулички добавляют изюм и цукаты, которые обойдутся одесситом 80-120 гривен за килограмм. 80. Угу. А это 60. Какая разница между ними? Просто вкус разный. Кислый, сладкий, разный. А цукаты сколько? Вот цукаты есть раз весь, есть килограммовые, 150. Для пасхи клюква, вишня есть. Какие цены? Это оба 200 гривен килограмм. Корзинка с продуктами на пасху оформляется в праздничном стиле. По традиции на дно кладут рушник. К слову, цена на корзинке, по словам продавцов, поднялась на 50 гривен. Смотрите, вот эти по 180, вот такие там 80, 120, то есть, как говорится, 150. Вот эти белые, они дороже, потому что это натуральная лоза, выращенная. Они идут от 250 и выше. По подсчетам экспертов, в этом году набор продуктов к празднику Пасхи подорожал на 10%, по сравнению с прошлым годом. Ничего удивительного в этом нет. Жизнь в целом дорожает, и странно, если бы пасхальные яства зафиксировались в цене. Не забывайте, что Пасха – это семейный праздник, поэтому собирайтесь за одним столом и проводите выходные с удовольствием. Разумеется, с чистыми помыслами. Кристина Черновалова, Герасим Олесенков, Телеканал Репортер.